Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жибхаев. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов с учетом поручений президента Владимира Путина, озвученных на расширенном совещании с членами Совета Безопасности, правительства и руководства силовых ведомств, провел совместное заседание Антитеррористической комиссии оперативного штаба в Карачаево-Черкесии. На повестке были вопросы профилактики терроризма и экстремизма и обеспечения безопасности жителей и гостей региона. Сегодня день памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников Органа внутренних дел Российской Федерации. Ежегодно в этот день во всех подразделениях ведомства проводятся памятные мероприятия, церемонии возложения венков к памятникам, посещения мест охранения героев, встречи с родственниками погибших сотрудников правопорядка. Сегодня в Черкесии состоялось возложение цветов и венков к мемориалу, посвященному сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии также приняли участие представители Совета ветеранов Росгвардии. 8 ноября это официальный день памяти сотрудников погибших при исполнении служебного долга. Мы все знаем, что служба в органах правопорядка всегда сопряжена с опасностью. То есть наши доблестные сотрудники всегда охраняют гражданское общество от преступников, от преступности. Сотрудник, он должен быть не только храбрым и смелым, он должен быть и умным, и честным, и добросовестным. Поэтому мы ценим и всех наших сотрудников, которые сейчас исполняют службу свою несут, и тех, кто погиб при служебного долга, преклоняем перед ними голову, гордимся ими. В Карачаево-Черкесию с официальным визитом прибыл генеральный консул Узбекистана Бурхан Аликулов. Узбекистан – важный партнер России, и благодаря президентам наших государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева межгосударственные связи постоянно укрепляются. В ходе беседы с Бурханом Абдишахимовичем выразили заинтересованность в расширении межрегионального сотрудничества между нашими республиками, сообщил глава республики Рашид Тимрезов. На встрече обсудили вопросы взаимодействия, обменялись актуальной информацией о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале территорий, рассмотрели новые перспективы дальнейшего сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, образование, культура, а также обмена опытом в различных отраслях. Также было принято решение сформировать и направить правительственную делегацию в Карачаево-Черкесии в Узбекистан для встреч с представителями органов государственной власти, деловых кругов, бизнес-сообщества. Важно сохранить мир и толерантность в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе, развивать добрососедские отношения, уверены как старейшины, так и представители молодежи. Обращаясь к жителям Карачаева-Черкесии, говоря о ближневосточном конфликте, нужно помнить о необходимости не поддаваться эмоциям и не вестись на провокации. Санкционированных митингов надо немножко сторониться, потому что сейчас страсти накаляются, и тут и фейковые эти там идут, разного толка. В общем, надо придерживаться именно линии президента Российской Федерации. Именно мы все, и государство, и жители Карачаево-Черкесской Республики, гражданское общество должны совместно, именно совместно сегодня, такой важный момент, что сохранить страну, сохранить стабильность внутри страны, это общее у всех у нас, и как гражданское общество, так же и органов государственной власти. Своё мнение выражает и молодёжь Карачаева-Черкесии. Ассалам алейкум. Мы, молодёжь Карачаева-Черкесской Республики, выражаем единство народов Российской Федерации и Карачаева-Черкесии. Мы не делим нации на хорошие и плохие, мы живём по заветам старших и отдаём дань уважения старшему поколению. В Карачаево-Черкесии на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия всегда была приоритетным направлением развития республики. Важно сохранять культуру, историю, межнациональное и межконфессиональное согласие, быть частью своей Родины, вносить свой личный вклад в развитие родного края. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии. В Черкесии ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днём 21-23 градусов тепла. Карачаево-Черкесию посетили депутат Государственной Думы, Герой России Чеченской Республики Адам Делимханов и внук первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров. Глава региона Рашид Тимрезов вручил Адаму Рамзановичу высшую государственную награду Республики – орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией. Наши народы связывают крепкие узы дружбы и братства, отметил Рашид Тимрезов. Безопасная дорога в приоритете. Доказательством этого лозунга служат постоянные профилактические мероприятия для школьников, проводимые сотрудниками ГИБДД. Дети узнали, что может автобус, тренажёр, школа дорожной безопасности и какие ещё занятия были организованы для школьников, расскажет Альбина Ламкова. Главной целью профилактического мероприятия является привитие детям ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Инициатором его проведения стала госавтоинспекция Карачаева-Черкесии. Сегодня нашим детям выдалась уникальная возможность посетить автобус-тренажёр школы дорожной безопасности. Это поможет сформировать детям практические навыки безопасного поведения в салоне транспортного средства. А сколько человек сегодня вы привели на занятия? От центра образования 11 автобус-тренажёр школы дорожной безопасности посетили 20 учащихся. Как пристёгивать ремни? Что делать в чрезвычайной ситуации на дороге? И как себя вести, если случился пожар, рассказал госавтоинспектор во время экскурсии в автобус-тренажёр. Обязательно пристегнуться и не ходить по автобусу. Хорошо? Автобус-тренажёр наглядно демонстрирует действия ремней безопасности при дорожной аварии либо резком торможении. Для этого салон оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Держись за поручень или за спинки сидений. Кроме того, автобус укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона, необходимыми наглядными материалами и мультимедийной аппаратурой для демонстрации обучающих фильмов. Столь наглядные и необычные занятия, проводимые в игровой форме, неизменно пользуются большой популярностью у школьников. Как пристёгивать ремни, что делать в случае аварии или в принципе, что делать в случае таких ситуаций. И это мероприятие очень значимое на самом деле, потому что интересно, мало ли что может случиться. А в автобусе что-то узнала? В автобусе нам рассказали о правилах, что делать. Нам наглядно показали, что может случиться на манекене. Специализированный автобус школы дорожной безопасности на сегодняшний день остаётся уникальным средством обучения детей, основам дорожной грамотности и пропагандой использования ремней безопасности. Конечно, работа по предупреждению детского дорожного трасса, на травматизме, она не продолжается. Вот этот тренажёр, автобус-тренажёр, который сегодня прибыл на территорию Карачао-Черкесской республики, к нам в город Черкесск, он, конечно же, нам максимально сегодня помогает в том, чтобы детишек в очередной раз донести о правилах безопасного поведения в салоне автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе посещают школы, где с учениками проводят профилактические беседы по правилам дорожной безопасности. Госавтоинспекция республики начинает работать с детьми уже с дошкольного возраста. И с чем, можно бы сказать, каждый родитель познаёт уже от ребёнка своего о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Больше склонны познавать, узнавать, им интереснее эти занятия, а не всё, что им даёшь, как губка впитывает. С начала текущего года все учебные учреждения минимум по два раза уже обошли, со всеми школьными учреждениями провели занятия, с детьми проводим дополнительные занятия. Помимо этого, ещё контрольно проходим и узнаём всё, что они запомнили. Участниками мероприятия стали дети из разных школ. Они не только узнали много нового во время занятий, но и закрепили знания, полученные домой на школьных уроках. Ещё дали возможность участвовать в тематических викторинах и лаборатории безопасности. Если мы не будем знать правила дорожного движения, мы попадём в аварию или нас забьёт машина. Из-за этого надо хорошо знать правила дорожного движения. Нам часто рассказывают об этом учителя, даже когда не уроки дорожного движения, они пытаются нам сделать так, чтобы мы больше знали и чтобы ничего с нами не случилось. И мне кажется, что это важно. Нужно, чтобы родители учили своих детей правила дорожного движения с маленького возраста, чтобы они знали всё. С учащимися повторили правила безопасности на дороге, разобрали основные дорожные ловушки, а также напомнили о необходимости использования свето-возвращающих аксессуаров на одежде в тёмное время суток. Арбина Ламкова, Ринат Муков, Вести, Корчаево, Черкесия. СПАРТОКЕАДА Какие виды состязаний были выбраны, расскажет Дарья Тендит. Профсоюзная спартакеада вновь объединила всех любителей спорта. Перед началом состязания участников поприветствовали министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и председатель профсоюза образования республики Марина Чучаева. Они пожелали участникам бескомпромиссной борьбы и достойных побед. Ежегодно в нашей республике проводится спартакеада работников образования. Этот год не стал исключением. Это особенный год. Год педагога и наставника. Мы решили провести это мероприятие более масштабно и красочно. Желаем нашим работникам также успехов и побед в спорте, потому что победы в спорте – это победы в жизни. В спартакеада педагогов уникальная возможность провести время с коллегами, показать свою спортивную подготовку и сплоченность команды. Перед соревнованиями команды проводили разминку, а в перерыве участники рассказали о своем настрое перед игрой по волейболу. Настрой великолепный, очень хороший. Вся команда в бодром духе. Мы уверены, что мы победим сегодняшние соревнования. Город Черкесск должен выйти на первую позицию. Мы очень надеемся и будем ждать успехов. Мы настроены только на победу. Как прошла разминка? В зависимости от того, сколько здесь людей, чуть-чуть мы друг другу мешали, а так в основном все нормально, все отлично. А долго готовились к соревнованиям? Мы всегда готовы. Стрельба из пневматической винтовки требует особой меткости. Даже ветер не помеха участнику команды Карачаевского района. Нурбиха Туаев отметил, что результаты нормальные, винтовка сама стреляет, а настрой у него исключительно на победу. Ветерок есть. Будем под ветерок настраиваться и как-то так стрелять. А как вы вообще настраиваетесь? Вы выжидаетесь чего-то? Причерился. Пусковой кучейка отпустил и все. Комбинация реакции, координация действий, выносливость, навыки для успешной игры в настольный теннис. Участник команды Зеленчугского района Александр Станкевич рассказал, что для него этот вид спорта из обычного хобби стал любимым занятием. Спортсмен ежегодно участвует в спартакиаде и занимает призовые места. Организация хорошая, все как бы на уровне. Спортсмены довольно сильные. Все с республики самые сильные спортсмены собраны. А вот как прошла игра вообще? Да, хорошо прошла, конкурентно. Соревнования проходили сразу по нескольким видам спорта. Стрельба из пневматической винтовки, волейбол, настольный теннис и дартс. Выбранные дисциплины наиболее доступны, отметил главный судья соревнований Александр Бондаренко. На протяжении уже многих лет проводится регулярно, учителя собираются раз в год, пообщаться, обменяться опытом, поучаствовать в соревнованиях, естественно. Я как главный судья соревнований должен быть беспристрастным, поэтому желаю удачи всем, успехов, ну и, естественно, побед. В результате упорной борьбы выявили тройку сильнейших команд – Зеленчуского, Хабесского и Ногайского районов. Им были вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы. Награду получили и спортсмены, отличившиеся в личном зачете. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!